Привыкание сердца к ослушанию К следствиям грехов относится то, что сердце перестает считать их чем-то отвратительным. Они превращаются для него в привычку. Обладателя такого сердца перестает волновать, что люди видят его и говорят о нем. Для заядлых нечестивцев это, напротив, верх непристойности, к которому они стремятся, и предел наслаждения. Такой человек гордится совершенным грехом и рассказывает о нем тем, кто не знает, что он совершил его. Говоря, о такой-то, я сделал то-то и то-то. Эта категория людей, как правило, не исцеляется. Путь к покаянию для них отрезан, и врата его закрыты. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Все члены моей общины подлежат прощению, кроме грешащих открыто. А к совершению грехов открыто относится то, что Аллах покрывает своего раба, а тот утром позорит самого себя. Говоря, о такой-то, в такой-то день я совершил то-то и то-то, срывая с себя покров, которым укрыл его Господь его накануне. Передали Аль-Бухари, муслим. Всякое ослушание – наследие одной из погубленных всемогущим и великим Аллахом общин. Мужеложство – наследие соплеменников люто, мир ему. Привычка брать у людей больше положенного, а им давать меньше положенного. Наследие соплеменников шуайба, мир ему. При вознесении и распространении нечестия на земле – наследие фараона и его соплеменников. Высокомерие и тирания – наследие соплеменников худа, мир ему. Таким образом, ослушник примеривает на себя одеяние одной из этих общин, которые являются врагами Аллаха. Малик и Бандинар сказал. Привел Ахмад.